Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о пророке Божьем Ионе и об образе Божьем в человеке. С вами Протерий Кирилл Иванов на канале «С Папом обо всем и мысли на каждый день». Сегодняшнее евангельское чтение – это 59-е зачало из Евангелия от Луки. Зачитаем кусочек. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить. «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знаменем для Ненивитин, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Дорогие друзья, в связи с этим мне бы хотелось сказать о том, о чем мы с вами говорили несколько дней назад. Мы говорили о том, что Ветхий Завет в Новом раскрывается, а Новый Ветхом скрывается. О том, что Ветхозаветные события были прообразами новозаветных событий. И вот, в частности, сегодняшнее евангельское чтение рассказывает нам о пророке Ионе, который был одним из самых ярких прообразов смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо как Он был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий в сердце земли был три дня и три ночи». Вообще, все Ветхозаветные праведники и цари, и пророки, и первосвященники, судьи, патриархи были яркими прообразами Господа нашего Иисуса Христа или каких-то событий из его жизни. Взять, например, Авраама. Об Аврааме мы отдельный ролик запишем, о жертвоприношении Исаака, порассуждаем об этом. Но вот как Авраам на гору вел своего сына Исаака для жертвоприношения, как Исаак шел на эту гору, неся на себе дрова для всесожжения, точно так же и Господь наш Иисус Христос шел на гору Голговскую, неся на своих плечах крест деревянный. И как Авраам вместо сына своего принес, в конце концов, агнца запутавшегося там рогами в кустах, Господь его явил чудесным образом, точно так же и Господь наш Иисус Христос пострадал, как агнец непорочный, так и его священное писание, пророки называют, пострадал за всех нас. Таким образом мы видим, что Авраам, Исаак, Иаков, многие другие ветхозаветные праведники, пророк Иона, были яркими прообразами Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, возникает вопрос, если в ветхозаветные времена, когда еще не было той благодати, которая появилась, пришла в этот мир с Господом нашим Иисусом Христом, когда еще не было тех возможностей соединиться с Богом, которые есть у нас, я имею в виду исповедь и причащение прежде всего, так вот, если в те времена люди достигали таких духовных высот, что до сих пор мы их вспоминаем как ярчайшие прообразы Господа нашего Иисуса Христа или каких-то событий его жизни. Почему мы с вами, имея особую благодать и особые возможности, не являемся уже не прообразами, а образами Христа? Ведь в каждом из нас заложен образ Божий. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Об этом будет отдельный ролик, потом я сниму об образе и подобии Божии в человеке, что об этом говорят святые отцы. Но мы сами знаем, что в каждом человеке есть образ Божий. Почему же мы с вами приходим в храм, почитаем и целуем иконы? Почему мы свое жилище украшаем святыми ликами, почитаем их, любим их? И в то же время не любим им, не почитаем образ Божий, который заключен в каждом человеке. Если мы пойдем по улице и увидим икону, лежащую в грязи, что мы сделаем? Неужели мы эту икону из-за того, что она лежит в грязи, начнем топтать и плевать на нее? И ругаться на нее каким-то образом? Нет? Мы же, наверное, ее подымем, омоем, осветим, поставим в красный угол и будем перед ней молиться. Правильно? Почему же мы точно так же не поступаем с нашими ближними? Если мы видим, что человек оказался в грязи, в духовной грязи, какие-то страсти, пороки в нем, почему мы начинаем его топтать, уничижать и плевать в него? Пусть не буквально, в переносном смысле, но делаем это. Мы то же самое делаем, только не с написанной иконой, да, на доске красками, а с живой иконой. Как можно любить икону, написанную на доске, ну, условно говоря, мертвую, она, конечно, не мертвая, она тоже живая, но условно говоря, да, как можно любить икону не живую, написанную на доске, а живую икону Божию, человека, не любить. Это лицемерие. Вот в связи с этим, дорогие друзья, мне бы хотелось всем нам с вами сегодня пожелать, чтобы мы с одной стороны себе проявили образ Божий, чтобы он в нас сиял, и люди, глядя на нас и на наши добрые дела, видели невидимого Бога в нас. Ну, а с другой стороны, что мы этот образ Божий видели в каждом из наших ближних. Храни вас всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok